Что будет с интернетом? Как распределяться полномочия между Архангельской областью и Ненецким округом? И чем закончился визит делегации округа во Вьетнам? Эти и другие вопросы сегодня обсуждались на еженедельной расширенной планерке у губернатора Игоря Федорова. Тему продолжит Дмитрий Щепанов. Одной из основных тем на сегодняшнем заседании стало разграничение полномочий между Ненецким округом и Архангельской областью. Существующие договоры иногда порождают проблемы и недопонимания между администрациями субъектов. В частности, Архангельская область около двух месяцев назад заявила об отказе в выплатах ряду льготников, среди которых некоторые жители НАО. На этот раз разрешить ситуацию удалось, но во избежание повторения нужен масштабный договор о разделении полномочий. Губернатор Игорь Федоров заявил, что Архангельская область готова к диалогу, а глава этого региона согласился приступить к разработке документа. Он даст округу широкую автономию в принятии решений по социальным вопросам. На этой встрече Игорем Анатольевичем было озвучено согласие начать работу по оформлению большого договора между субъектами в том формате, в каком он существовал до 2008 года, ну и в том формате, в каком он существует в Тюменской области и Малоненецком автономном области, и Ханты-Мансийском автономном области. Самая актуальная проблема последних двух недель – отсутствие устойчивой интернет-связи. Ответ на вопрос, что с интернетом, дал Виктор Шамов. Оказалось, что в повреждении магистрального оптоволокна все же виновата не только природа. По предварительной информации, повреждение кабеля связано с неправильной укладкой кабеля по дном протоке, как следствие повреждения кабеля осенним ледоходом. Провести ремонт линии сейчас нельзя. Нужно дождаться редостава. В настоящее время сигнал проходит через временные заплатки – радиорелейные станции на разных концах протоки. Однако скорость такого канала оставляет желать лучшего. Первая заплатка давала всего 100 мегабит в секунду, то есть едва позволяла подключить жизненно важные объекты округа, например, банки, полицию и авиадиспетчеров. К середине прошлой недели удалось поднять скорость сообщения в 10 раз и подключить абонентов. Сейчас сотрудники Ростелекома устанавливают второй радиоканал, чтобы вернуть в округ цифровое телевидение. Полное восстановление против поврежденной балаконной метической линии связи будет возможным только после установления медостава на реке Печора на поврежденном участке. В заключении губернатор подвел итоги Дней культуры Ненецкого округа во Вьетнаме. Игорь Федоров отметил дружелюбие, с которым вьетнамцы встречали наринмарских делегатов, а также слаженную работу русских дипломатов. Они помогали с решением организационных вопросов. По итогам выезда глава региона предложил организовать фотовыставку.